В столице 16 часов и вы смотрите новости. С вами Динара Саду. Здравствуйте. Касым Жмар-Тукаев поздравил государственных служащих с профессиональным праздником. Пост он опубликовал на своей странице ВЭКС. Президент отметил, что госслужащим отводится ключевая роль в построении справедливого Казахстана. Они, в свою очередь, должны всегда исходить из интересов государства и общества, быть инициативными, ответственными и ориентированными на результат. Глава государства также пожелал успехов в работе. Свой профессиональный праздник сегодня отмечают казахстанские государственные служащие. Это в том числе сотрудники министерств и акиматов, которые ежедневно вносят свой вклад в реализацию в стране реформы и преобразования, а также остаются ключевым мостом между властью и обществом. О том, как изменился облик государственной службы в следующем сюжете. Гулисхан Нахбаева прошла отбор президентского кадрового резерва и сегодня работает в Министерстве культуры и информации. Девушка признается, руководителям новой формации нужно совмещать в себе самые разные качества. Коммуникабельность, умение работать в команде и брать на себя ответственность. Здесь важно еще отметить, что для меня государственная служба становится одним из самых таких ярких направлений социального лифта, посредством которого я могу себя реализовать в свои сильные стороны. И считаю, что я учусь. О том, что казахстанская система госуправления нуждается не только в новых подходах, но и лицах, говорилось неоднократно. Сейчас казахстанские чиновники адаптировались к реалиям, когда открытый диалог с обществом и готовность принимать инновационные решения в приоритете. Вы знаете, госслужба была престижной, потом престиж ее упал, заработная плата упала, но вот сейчас она опять поднимается. Я считаю, что она меняется и имидж государства служащего тоже меняется, меняется к лучшему. Посмотрите, эти ребята образованные, знают 2-3 языка, у них у многих есть степени, они стремятся к карьерному росту. И самое главное, у них есть мировосприятие, миропонимание. Они хотят реально улучшить жизнь в стране. Кстати, о новых лицах. Раскрыть их потенциал должен проект «Президентский молодежный кадровый резерв». Профессионалы, прошедшие несколько этапов отбора, получили возможность занять руководящие посты. Сегодня в резерве числятся 400 человек. Из них почти 300 уже трудоустроены. Сегодня резервисты стали важной составляющей казахстанской системы государственного управления. Далеко за примерами ходить не нужно. Например, один из моих заместителей – член президентского кадрового резерва. Ещё один работает у нас руководителем аппарата. Немало людей заняли позиции в регионах. Определённо, в перспективе проект, реализуемый по инициативе президента, даст свои плоды и результаты, а выходцы из президентского кадрового резерва будут движущей силой и надёжной опорой государства. Ещё одна мера по привлечению квалифицированных специалистов на госслужбу – новая онлайн-система отбора кадров. Процесс полностью автоматизирован, что обеспечивает прозрачность и справедливость. Более того, соискателя можно участвовать в нём, не выходя из дома. Также, согласно поправкам в закон о государственной службе, выпускники вузов с хорошей успеваемостью могут без конкурсного отбора трудоустроиться в районные и сельские акиматы. Эти меры должны привлечь квалифицированную молодёжь и снизить дефицит профессиональных кадров в регионах. На сегодняшний день такой возможностью по стране воспользовались более 170 молодых специалистов. Приведу вам пример с недавними паводками. Работа спасателей и полицейских – она на виду. Их подвиг и героизм в непростых ситуациях получил свою заслуженную оценку общества. Однако важно будет сказать и то, что именно государственные служащие организовывали и систематизировали всю эту огромную работу. Это наши специалисты на местах, в регионах, акиматах. Они, ровно как и полицейские или спасатели, день и ночь были на службе, помогали в борьбе со стихией. Можно по-разному относиться к казахстанским чиновникам. Не секрет, что их любят покритиковать. Иногда – по делу. Казахстанская госслужба сегодня – это тысячи специалистов, которые гарантируют работу ведомств и вносят вклад в развитие Казахстана. Эльвир Аликер, Вануар Абдурахманов, Норсбайхурмангаза, 24КИЗ. Касым Жумар Тукаев поздравил казахстанских полицейских с профессиональным праздником. Президент отметил, что они стоят на страже закона и правопорядка, обеспечивают спокойствие и безопасность граждан. А общество возлагает огромную ответственность и предъявляет высокие требования. Вместе с тем, глава государства подчеркнул, полицейские должны показывать образец профессионализма и эффективности добросовестного исполнения служебного долга и внимательного отношения к проблемам людей. Важно, чтобы каждый был примером безупречной честности, искреннего патриотизма, подлинного ответственного гражданства. Касым Жумар Тукаев выразил уверенность, что полицейские продолжат содействовать укоренению в стране принципа закон и порядок, внося неоценимый вклад в построение справедливого государства и гармоничного общества. В завершении президент пожелал благополучия и успехов. День казахстанской полиции. На востоке страны отмечают почти 600 сотрудников Департамента уголовно-исполнительной системы региона. Среди них более 150 женщин. К праздничной дате сотрудники Департамента решили организовать особый сюрприз для своей коллеги Толганай Мусеркеновой. Девушка 10 лет работает дежурной и совсем скоро в ее жизни грядут перемены. Подробности у Анны Лисенбердиной. Следственная арестована выйти с камеры. Женщины-полицейские работают в непростых условиях тюрем, колонии, следственных изоляторов. В их обязанностях строго соблюдать правила безопасности и следить за порядком среди заключенных. Но как в таких условиях оставаться женщиной? Уже 10 лет Толганай Мусеркенова дежурной женского поста в следственном изоляторе из Каменогорска. Она честно выполняет свои обязанности и на хорошем счету как сотрудник. Каждому, например, последственному осужденному надо индивидуальный подход. У кого-то есть семейные проблемы. Сама исправительное учреждение морально-психологическое издавление. Для женского персонала здесь работа очень сложная. Можно сказать, полностью она в работе. Для личной жизни практически времени очень мало. По сути, никакой личной жизни у Толганай и не было. Пока на соревнованиях по рукопашному бою она не встретила будущего мужа. Нурбек также трудится в колонии, только в другом районе города. Свадьба намечена уже на конец лета. Именно поэтому коллеги решили внести их в отношения немного романтики. Сделать сюрприз к профессиональному празднику. Они подарили Толганай сеанс преображения в салоне красоты. У меня супруг работает в этой системе. Я понимаю, что это очень сложная работа для мужчин, для женщин, тем более сложная. Поэтому мы сегодня пригласили Толганай сделать ей приятное в преддверии праздника. Больше часа в четыре руки колдовали мастера над образом Толганай. Им хотелось сделать ее более нежной и женственной. Заодно девушку нарядили в вечернее платье и отправили на свидание к жениху. Такое перед Нурбеком Толганай предстало впервые. Впрочем, даже для самой девушки образ оказался непривычным. Мне прям это была мечта моя детская, чтобы я тоже, когда вырасту, одену форму. Ну, как мы каждый день надеваем форму строгую. И мы привыкли. И мне сейчас чуть-чуть не по себе, можно сказать, в этом виде. Но, конечно, приятно. Каждая девушка должна быть красивой, любимой. Любой праздник – это повод иногда сменить форму на гражданскую одежду. Преображение удалось, считают коллеги. Анна Лисенберг, Назь Гривоваканов, Усть-Каменогорск, 24 КИЗ. Школьный кабинет в память о погибшем полицейском открыли в Актубе. Теперь учебный класс военной подготовки в школе номер 13 носит имя Руслана Жолдебаева. Старший инспектор спецназа был убит в 2011 году при ликвидации вооруженной религиозно-экстремистской группировки. Сегодня сослуживцы и родные герои вспоминали о нем, рассказывая об его отважном поступке. На плацу школы учащиеся 6 класса торжественно принесли присягу и были официально приняты в полицейский класс. Отмечу, за 30 лет в Актюбинской области при исполнении служебных обязанностей погибли 9 сотрудников правоохранительных органов. Желаю юному поколению светлого будущего и мирного неба над головой. Я уверена, школьники будут с гордостью учиться и получать знания в этом классе. Подобные мероприятия пробуждают в детях чувство патриотизма и уважения к героическим поступкам соотечественников. Туристам временно запретили въезд на итальянский остров Капри. Власти популярного курорта объясняют это решение нехваткой питьевой воды. Остров снабжается водой из резервуаров материковой Италии, где сейчас, по словам властей, возникли технические проблемы с ее подачей. В связи с этим власти даже били режим ЧАЭС. Хотя в местных водохранилищах и остались некоторые запасы, они могут иссякнуть в ближайшее время, заявляет правительство. Теперь воду на курорте подают по графику и не больше 25 литров на семью в сутки, чтобы сэкономить запасы жизненно важного ресурса. Рекордную жару зафиксировали в столице США, Вашингтоне. Температура воздуха в городе достигла 38 градусов. Последний раз такие высокие показатели здесь регистрировали 36 лет назад. Туристы и местные жители спасаются от зноя у фонтанов или в тени зданий. К слову, на следующей неделе синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха в столице Соединенных Штатов до 42 градусов. Климатические активисты протестовали в Париже. Они выступают против проведения Олимпийских игр. Демонстранты заблокировали дорогу у мэрии французской столицы. Они заявляют, что организаторы Олимпиады нарушили обещание о сокращении углеродных выбросов, чтобы Парижские игры стали самыми зелеными в истории. По их словам, власти строят новые площадки для олимпийских мероприятий в ущерб садам и паркам. Также активисты раскритиковали социальные чистки, в ходе которых множество бездомных вывезли с улиц Парижа в другие регионы. Олимпийские игры влияют на экологию, вызывая социальный кризис. Мы надеемся на то, что деньги, выделенные на Олимпиаду, вместо этого будут направлены на экологический переход. Цены растут, сады разрушены, бездомных увозят из Парижа. Людей без документов выслеживают. Это катастрофа. Продолжим об Олимпийских играх. Амир Маймуратов стал обладателем олимпийской лицензии по спортивному скалолазанию. Казахстанский спортсмен занял второе место в финальном раунде квалификационного турнира в Будапеште. Это позволило ему выиграть путевку в Париж. Отмечу, отбор проходил в два этапа. Сам первый прошел в Шанхае. Амир Маймуратов в общем зачете стал третьим и завоевал квоту на Олимпиаду. В Париже сорвалась генеральная репетиция открытия Олимпиады. Мероприятие должно было состояться 24 июня. Однако его пришлось перенести из-за повышения уровня воды в реке Сена, где должен пройти парад лодок с участием спортсменов. Сейчас он в пять раз превышает обычные летние показатели. Этому поспособствовали недавние ливни в столице. Кроме того, под вопросом и соревнований по триатлону анализы состава воды показали сильную загрязненность и наличие фекальных бактерий, в том числе кишечной палочки. Отмечу, что Олимпийские игры стартуют в Париже 26 июля. А сегодня в мире отмечают Международный Олимпийский день. 23 июня 1894 года энтузиаст возрождения Олимпийского движения барон Пьер Декубертен огласил свой исторический доклад перед Международным атлетическим конгрессом. В Казахстане знаменательная дата не осталась без внимания. По инициативе Национального Олимпийского комитета, звезды казахстанского спорта, Мерех Шалов и Дениса Никиша приняли участие в акции «Рожденные в Олимпийский день». Они доставили специальные подарки для новорожденных и выразили надежду, что кто-то из них в будущем станет олимпийским чемпионом. Рождение любого ребенка – это очень такое большое и трепетное событие для семьи. И поэтому нам приятно быть в этот момент рядом и поддержать новоиспеченных родителей. Данная традиция еще раз говорит о том, что каждый может стать олимпийским чемпионом и добиться любых высот. Думаю, это очень важная акция. Я участвую в ней уже не первый год. Хочется верить, что, возможно, кто-то из этих малышей в будущем тоже захочет заниматься спортом, добьется больших высот и станет олимпийским чемпионом. Пользуясь случаем, хочу пожелать удачи всем нашим спортсменам на предстоящей Олимпиаде в Париже. И на этом пока все. В 18 часов смотрите новости с моей коллегой Верой Захарчук. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова